ВЫСТРЕЛЫ 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 В декабре 1990 года состоялся уникальный перелёт вокруг Земли военно-транспортного самолёта Ан-124 «Руслан». Лайнер установил сразу 7 мировых рекордов скорости. Это был последний масштабный проект советского военно-промышленного комплекса. Президент СССР объявил о конверсии и разоружении. Во время рекордного перелёта экипаж самолёта стал свидетелем необычного явления. Мы летели с Камчатки в Австралию и шли в совершенно, так сказать, колоссальном удалении от любого материка. Чистый-чистый Тихий океан. И по маршруту следования увидели, как это ночью было, как новогодняя ёлка. Горит конус громадной величины. В диаметре по засветке, он порядка 50 километров, где-то был, значит, конус. И высотой, я говорю, значительно 15 тысяч. Это был мощнейший тайфун, формировавшийся над акваторией Тихого океана. А в это время в Москве членом закрытой комиссии Министерства обороны СССР было продемонстрировано необычное изобретение специалистов Научно-исследовательского института радиоприборостроения. Небольшой по размеру прибор генерировал искусственные молнии. В этой молнии, как в консервной банке, законсервирована энергия реальной молнии. Существует огромная электрическая энергия, которую можно вскрыть банку и раскрыть, так сказать, джин из бутылки. Открывались невиданные перспективы создания принципиально нового оружия, которое могло решать стратегические задачи и обеспечивать гарантированную защиту страны. У меня в руках плазменный бластер. Тот самый прибор, который создает рукотворные молнии. Плазмоид способен уничтожить баллистическую ракету, но не может прожечь обычный лист бумаги. История создания плазменного оружия в нашей стране до сих пор малоизвестна по причине повышенной секретности. И даже сейчас мы можем приоткрыть лишь некоторые ее страницы. Плазменная атака. В феврале 1956 года в кабинете Никиты Врущева раздался неожиданный звонок. Восстановленный после смерти Сталина на посту директора Института физических проблем академик Петр Капица просил прекратить гонения на ученых, занимающихся перспективными направлениями науки. Но глава государства прервал разговор. Он готовил доклад к 20-му съезду КПСС. Это вот только удача. Валерий Янович, целуй меня, обнимай. Что ты натворил? Не хочешь, не надо. Что ты натворил, я тебя спрашиваю? Мы получили полностью ионизованную плазму. Вот что я натворил. Пять лет я ждал этой минуты. Пять лет. Именно тогда Петром Капицы и его сотрудниками был совершен настоящий прорыв науки. Впервые в мире в генераторе сверхвысоких частот был получен стабильный плазменный шнур. В 1923 году американские ученые Лэнгмюр и Тонгс предложили новый физический термин. Плазма. Форма существования вещества при температуре свыше 10 тысяч градусов. Все космическое пространство, в том числе верхний слой атмосферы и ионосферы, состоят из плазмы. Плазма – электрически активная среда. Поэтому, в принципе, вы можете воздействовать дистанционно на плазменное образование с помощью электрического или магнитного поля. Это есть принципиальный момент. В середине 50-х годов прошлого века в Институте атомной энергии была создана экспериментальная установка ТОКОМАК. ТОРОИДАЛЬНАЯ КАМЕРА с магнитной катушкой. Управляя движением горячей плазмы, Петр Капица стремился запустить термоядерную реакцию, как на Солнце, и получить уникальный источник электроэнергии. Вообще, в физике термоядерного синтеза у нас всегда мы переживали период невероятной эйфории, когда казалось, что вот-вот, все уже получается. А потом выяснялось, что это все не так. Это мы переживали много раз. У нас число степеней свободы у плазмы значительно больше. Понимаете, температура 100 миллионов градусов, это значит, что у вас там невероятное количество колебаний различного вида. Времена, временные масштабы от микросекунд до лет. Поэтому там, так сказать, всякие самые разнообразные виды турбулентности. Мы с ним встретились. В 1956 году Советский Союз осуществил успешный старт баллистической ракеты с ядерным зарядом. Это позволяло нанести ответный удар по территории Соединенных Штатов Америки, готовых в любой момент реализовать планы атомной бомбардировки промышленных центров СССР. Можно было создавать, защищать само оружие стратегическое. По этому пути американцы пошли. А мы пошли по пути закрытия административно-промышленного района вокруг Москвы и тех командных пунктов, которые были дислоцированы в этом районе. Защиту столичного региона должны были обеспечить два кольца противоракетной обороны. Опоясавшая Москву сеть радиолокационных станций контролировала воздушное пространство в радиусе 300 километров. Уникальные зенитно-ракетные комплексы «Беркут» могли поразить любую атакующую цель. Казалось, что Советский Союз обрел надежный небесный щит. Секретно. 14 ноября 1960 года. Москва. Первому секретарю ЦК КПСС Никите Хрущеву. Соединенные Штаты Америки планируют оснастить 9 подводных лодок новейшими межконтинентальными баллистическими ракетами «Поларис» с дальностью стрельбы свыше 2000 километров. Это позволит американским субмаринам наносить удары по Советскому Союзу вдали от рубежей противолодочной обороны. Председатель КГБ СССР Александр Шелепин. Стало ясно, что в новых условиях только раннее обнаружение стартов американских ракет могло обеспечить Советскому Союзу возможность нанесения ответного удара. Система ПРО и у нас, у американцев, она развивалась как система создания и обеспечения, в первую очередь, защиты центральных пунктов управления, системы управления оружием, что обеспечило гарантию реализации вот этой стратегии сдерживания путем уничтожения государства. Главным предприятием по разработке новой радиолокационной системы стал Московский радиотехнический институт Александра Минца. Главным конструктором стратегической системы защиты был назначен Ремилий Федорович Авраменко. В 8 часов приходил на работу и позже всех уходил с работы. То есть в моей жизни, сколько я ученых встречал, вот такого трудолюбия, такого отношения к работе, и, пожалуй, я не встречал ни у кого. То есть он горел. Горел работой и вот неординарными идеями. В марте 1961 года впервые в мире советская противоракета уничтожила боеголовку баллистической ракеты. Удачный эксперимент определил путь развития отечественных стратегических сил и открыл новый этап в ракетном противостоянии СССР и США. Достаточно редко средства защиты по стоимости могут конкурировать со средствами нападения. То есть это вот прослеживается и в системах ПРО, и в системах ПВО, потому что стоимость поражения ракет становится гораздо больше, чем сама ракета. Тогда, получается, изготавливая плюс одну ракету, мы всегда имеем возможность насытить систему и прорвать систему обороны. В 1898 году американский изобретатель Никола Тесла продемонстрировал необычный высокочастотный трансформатор беспроводной передачи энергии. Создавая мощные плазменные разряды, чудо-машина зажигала лампочки на расстоянии десятков километров. И Авраменко, и Капица, они свято верили, что это действительно фортишко в другой, в новый мир. В 1964 году на преддипломную практику в Радиотехнический институт пришла Валентина Николаева. Она хотела заниматься телевизионными антеннами, но оказалась в лаборатории передовых оборонных технологий Ремилия Авраменко. Молодой, симпатичный, очень галантный, снял пальто, повесил. Мне это понравилось. Думаю, ничего, можно работать. Ну, потом я поняла, что этот человек, в общем, довольно взрывной. Результатом их творческого союза стал проект «Мечта». Молодые ученые предложили дерзкую идею поражать баллистические ракеты с помощью искусственных шаровых молд. Непонимание было повсеместное, как говорится, потому что приходилось бороться на всех уровнях, начиная в среде физиков, где мы проводили эксперименты, потому что всегда говорили, что... Значит, ну, плазменное образование вообще-то такая вещь специфическая. Мы делали стыкомаки, чтобы удержать плазму. Нужно было большие магнитные поля, большие давления нужно было. А у нас же этого ничего не было. Плазма должна была образовываться просто в воздухе или там даже в разреженном воздухе. При столкновении с объектом плазменное образование плазмоид должен был действовать аналогично урановому снаряду и выделять при взрыве заряд разрушительной энергии. Плазменное оружие – это целый комплекс. Плазмоид – средство поражения и его пусковое устройство – импульсный магнитный гидродинамический генератор. Генератор разгоняет плазму в магнитном поле до скорости света и задает ей направление движения. Полет плазменного заряда корректируется лазером. Первый плазмоид, созданный группой Авраменко, был величиной с горошин, но обладал всеми свойствами шаровой молнии. В октябре 1965 года на экранах развернутой в Мурманске новейшей радиолокационной станции Днепр появилась мощная засветка. На северо-западном направлении, где пролегали основные трассы баллистических ракет, появился крупный воздушный объект. По тревоге был поднят полк истребительной авиации. Когда летчики истребительной авиации прибыли в район с координатами неопознанного объекта, там все было спокойно. Как выяснилось, локаторы среагировали на ложную цель. Это были всполохи северного сияния. Так же, как вы посмотрели на человека, вроде так похож, да? А вот начали с ним разговаривать, и видите, что это уже другой человек, да? Вы ошиблись. Или посмотрели его как-то с другого ракурса. И так далее. То есть ложная тревога требует дополнительного, так сказать, внимания и измерения. Программа селекции целей системы раннего обнаружения ракет требовала усовершенствования. Секретно. 25 октября 1967 года. Москва. Генеральному секретарю ЦК КПСС Леониду Брешневу. Соединенные Штаты Америки приступили к созданию баллистических ракет с разделяющимися головными частями индивидуального наведения. Количество боевых блоков, в том числе ложного, не ограничено. Перехват ракет на активном участке полета технически невозможен. Различать цели нашей системы не способны, и в случае массированной атаки мы не сможем отразить ракетный удар. Стало ясно, что отсутствие надежных средств выделения ложных целей среди ракетных боевых блоков дает колоссальное преимущество США в ядерной дуэли с Советским Союзом. Проблема селекции баллистических целей, проблема выделения реальных боевых блоков, она была достаточно сложной для решения. И на сегодняшний день, я думаю, что она до конца не решена. Только высокая скорость обнаружения и передачи информации о старте ракет могла дать Советскому Союзу возможность противостоять новой угрозе. В СССР активизировались работы по строительству глобальной системы предупреждения о ракетном нападении. Потому что, когда мы говорим СПРН, система предупреждения о ракетном нападении, то она сама просто по себе не является законченным функциональным каким-то государственным средством. Потому что она хороша в том случае, если у тебя за спиной есть серьезная ударная сила в виде, скажем, наших тополей. В одном из первых проектов на внутреннем радиусе обороны предусматривалось использование плазменных боевых компонентов для уничтожения аэрокосмических целей. Идея эта очень простая. Если у вас проводящая жидкость течет поперек магнитного поля, поперек возникает электрическое поле, и вы получаете генератор. Причем срабатывается либо давление, либо скорость потока, и превращается эта энергия в электрическую. Передвижные импульсные МГД-генераторы могли эффективно поражать объекты плазмоидами и мгновенно переключаться с цели на цель. Конечно, это совсем другая плазма, чем термоядерная, в которой температура 100 миллионов градусов. Эта температура с такими неземными, но околоземными температурами где-то в районе 2-3-4 тысяч градусов. В 1970 году вышло постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР о создании плазменного оружия. В орбиту Ноула, грандиозного проекта, стоимость которого не уступала космической программе освоения Луны, были вовлечены все ведущие предприятия военно-промышленного комплекса страны. Это было время наивысшего расцвета советской экономики. За пятилетие ввести в эксплуатацию примерно 15 тысяч километров нефтепроводов. Так записано в основных направлениях развития народного хозяйства в десятой пятилетке. По нефтепроводу длиной в 448 километров нефть Севири из Омска придет в Павлодар. На трассе немало передовиков. Сварщик Анатолий Прохоров выполняет ежедневно на двух норм. Его работа получает только отличную оценку. В 1974 году в Московском научно-исследовательском институте радиоприборостроения была запущена не имевшая аналогов экспериментальная установка двухзеркальный открытый резонатор ДОР-2. Первыми в мире советские ученые начали создавать управляемые шаровые молнии. Основной проблемой в противоракетной обороне является скорость доставки поражающего фактора. Ракеты, они медленные. Здесь можно было воздействовать со скоростью света. В вакуумной камере, имитирующей атмосферу на разных высотах, фокусировалось непрерывное СВЧ-излучение мощностью 20 мегаватт. И возникало стабильное плазменное образование. Изменяя параметры накачки специфических электромагнитных импульсов, можно было регулировать форму и характер плазменных разрядов. Сейчас вы впервые видите уникальные кадры экспериментов по созданию лабораторных плазмоидов. Получили необычайные фантастические результаты, которые легли в основу нашего научного закрытого открытия. Оказывается, такое есть. Значит, у него даже есть номер 007. Фундаментальное открытие, сделанное учеными Института радиоприборостроения и Физико-технического института Академии наук СССР, позволило заглянуть в будущее. По мнению специалистов, используя энергию плазмы, даже старые образцы вооружения можно наделить невиданными боевыми качествами. Например, если снаряд, летящий в баллистическом коридоре, окутать плазменной оболочкой, то ударная волна разваливается, сопротивление воздуха падает, и скорость полета увеличивается в десятки раз. Это секретная метеорологическая ракета МР-12. С помощью специальных реагентов она может создавать в космосе плазменное облако, непроницаемое для инфракрасных объективов спутников-шпионов и блокирующие любые радиосигналы. Выводя из строя системы связи и навигации противника, плазменные пушки в будущем могут стать основным видом вооружения войск радиоэлектронной борьбы. В апреле 1982 года над Кольским полуостровом вспыхнуло необычно яркое северное сияние. В течение нескольких часов на всем протяжении Северного морского пути были зарегистрированы перебои с радиосвязью. О произошедшем незамедлительно доложили министру обороны СССР. Но Дмитрий Устинов отреагировал на удивление спокойно. Кольский полуостров был испытательным полигоном одного из самых секретных изделий советского оборонного комплекса. Специалисты Института физики высоких температур Академии наук СССР спроектировали самый мощный в мире импульсный МГД-генератор Сахалин. Сахалин у нас просто работал как испытательная машина. У нее в качестве камеры сгорания была первая ступень ракеты «Пионер» СС-20, как американцы называли. Очень хорошая ракета. Вот первая ступень – это порядка тонны, несколько тонн пороха. Туда добавлялся цезий, для того чтобы проводимость была. Но мы сделали сопло пошире, сделали примерно тонны в секунду расход. Вообще это фантастически. Тяга в порядка 500 тонн. То есть в 500 тонн такая ракета может поднять. В Советском Союзе было создано целое семейство магнитогидродинамических генераторов. Мощность излучения которых позволяла бороться с воздушными целями и быть эффективным средством морской и подземной разведки. Выкладывался по поверхности такой огромный магнитный дипольт, провод. По нему пропускался большой ток, который и обеспечил вот этот МГД-генератор. Электромагнитная волна шла под землю, отражалась, и вот по отраженному сигналу они могли определить там, что там находится под землей. Однако вскоре выяснилось, что энергии, даже сверхмощных импульсов, которые могут зажигать северное сияние, для поражения баллистических ракет было недостаточно. Работа зашла в тупик. Идеолога проекта Ремилия Авраменко отстранили от участия в создании плазменного оружия. Такая пила продолжалась на протяжении всей жизни. Нас сбросят на ноль, потом мы опять выходим на какое-то постановление и опять получаем возможность немножко поработать. А в это время советская система предупреждения о ракетном нападении развернулась на полную мощность. Пять узлов радиолокационной станции «Днепр», прикрывающих все ракетоопасные направления и принятая на вооружение космическая система обнаружения стартов баллистических ракет, обеспечили стратегическим силам возможность нанесения ответно-встречного удара. Секретно. 30 марта 1983 года. Москва. Председателю КГБ при Совете Министров СССР Виктору Чебрикову. Соединенные Штаты Америки приступили к реализации программы СОИ. Стратегические оборонные инициативы предполагают создание четырехэшелонной системы обороны. Космическая группировка будет состоять из ста постоянно действующих спутников. Не исключена возможность разработки новейшей ракеты-носителя класса «Сатурн-5». Начальник первого главного управления КГБ при Совете Министров СССР Владимир Ключков. Считалось, что создание глобальной космической системы наблюдения обеспечит Соединенным Штатам эффективный перехват баллистических ракет на всех высотах и позволит одержать победу в гонке ядерных вооружений. Как только была объявлена система СОИ, то сразу интенсивно стали развиваться системы противодействия этой системе. И было запущено несколько программ и в Советском Союзе. И фактически они показали, что все усилия этой системы могут быть достаточно дешевыми средствами и обесценены. Американская стратегическая оборонная инициатива дала новый импульс развитию советского плазменного оружия. В 150 километрах от Нижнего Новгорода был оборудован уникальный стационарный комплекс «СУРА». На стационарном комплексе «СУРА» подземные генераторы вырабатывали мощные электромагнитные импульсы. Антенные излучатели фокусировали в верхних слоях атмосферы ионизированные плазменные облака, которые создавали радиопомехи и могли выводить из строя системы американской космической навигации. Космические границы, они наиболее близки к нам. Вот от Кремля граница космическая – это 300 километров. То есть 300 километров вы уже, значит, имеете возможность наносить в том числе и удары. В это время Ремилий Авраменко предложил принципиально новое решение проблем противоракетной обороны. В фокусе излучения наземных компонентов плазменного оружия на высоте 50 километров образуется облако высокоионизированного воздуха. Благодаря графическому изображению вы можете представить действия плазмоидов. Сфокусированный в районе цели управляемый плазмоид разогревает атмосферную температуру. Плотность воздуха падает. Летящая ракета теряет опору, сходит с траектории и разрушается. Плазменное образование воздействует на баллистические ракеты как бетонная стена на мчащийся автомобиль. Это все направление революционное. Начиная от прожигать и сбивать, это все было наше, как говорится. Мы прошли через этот путь, поняли, что он энергозатратный. И дальше пошли на вариант с использованием собственной кинетической энергии летящей ракеты. Мы ставили, можно сказать, подножку этой ракете с тем, чтобы она поразила сама себя своей собственной кинетической энергией, либо ударом об воздух, либо какими-то другими способами. Последующие эксперименты с плазмой привели к удивительному результату. С помощью плазменных образований можно было эффективно бороться сложными целями. Тяжелые мишени уводились в траектории, как настоящие боевые блоки, а легкие объекты из фольги просто сжигались. Это был один из способов, как выйти из положения, чтобы доставлять поражающий фактор мгновенно и переключаться тоже мгновенно с цели на цель. Советский Союз был как никогда близок к созданию передового комплекса плазменного оружия, гарантирующего стопроцентную защиту от ракетной угрозы. Несмотря на позитивные сдвиги в международной обстановке, военная угроза сохраняется. Агрессивные приготовления США и других стран НАТО носят опасный характер. Это требует высокой бдительности и неснижаемой готовности к решительному пресечению любых провокаций со стороны империализма. В то же время на боевое дежурство заступила не имеющая аналогов многофункциональная радиолокационная станция ДОН-2Н. И он по существу выполняет роль радиоинформационного киберпространства, обеспечивая, ну, буквально достаточно точно и глубоко видя в полусфере на дальностях до, там, четырех тысяч километров. Это охватывая, по сути дела, все и космическое пространство, и всю, значит, основную европейскую часть. Специалисты Радиотехнического института имени Александра Минца спроектировали станцию так, что в случае ракетной атаки она может существовать автономно. С внешним миром командный пункт связывает подземный тоннель длиной в километр. Перестройка с одной стороны, вот она открыла возможности через демократию, гласность, через признание реальности, а реальность это то, что мы многонациональное государство. После развала Советского Союза финансирование работ по созданию плазменного оружия было прекращено. Но ученые, несколько лет не получая заработную плату, продолжали исследование удивительных свойств плазмы. Плазма может делать топливо более реакционно способным, то есть в большей степени способное сгорать. Тратя сравнительно малую долю энергии плазмы, можно добиваться сильного влияния на процессы горения. Применение плазменных технологий открыло удивительные возможности для развития всех вооруженных сил. Вот таким грязным пламенем горит обычное топливо. Но если добавить немного плазмы, то даже некачественный бензин начинает гореть чисто, как водород. Благодаря плазменным генераторам военная техника будет способна работать на любом топливе. Самолеты смогут летать на самом дешевом горючем из простых бензоколонок. А сухопутную технику можно будет завести даже в самую лютую стужу. В 1992 году на артиллерийском полигоне Владимир-30 в условиях строжайшей секретности прошли первые стрельбовые испытания плазменного оружия. Специальные наземные генераторы сфокусировали плазменный коридор, в котором летел тщательно пристреленный артиллерийский снаряд. Под действием плазмы боеприпас изменил траекторию полета и ушел в сторону от цели. Результаты этих испытаний надолго были закрыты гриппом совершенно секретно. В апреле 1993 года в Ванкувере на встрече с главой Белого дома президент России Борис Ельцин предложил провести совместные российско-американские испытания экспериментального комплекса плазменного оружия на Толик-Ваджилейн в Тихом океане. Россия готова была поставить мощные СВЧ-генераторы и несколько десятков тысяч фазированных антенн. Это и есть проно-новых физических принципов, когда поражающим фактором является не ракета, а поражающим фактором является плазма. Специалисты Пентагона были шокированы фантастическими возможностями русского проекта, но американцы отказались от эксперимента. По странному совпадению, вскоре из открытой печати исчезла информация о работе американской станции ХААР, которая занимается активным высокочастотным исследованием ионосферы. В феврале 1994 года системы обнаружения радиолокационной станции Дон-2Н зафиксировали множество неизвестных целей. Масштабы налета были сопоставимы с массированным ракетным ударом. Но главный конструктор системы был спокоен. Американцы решили нас проверить. Проверить, значит, каким образом? Очень простым. Они из своих космических аппаратов выбросили серию шариков. Причем, значит, самый маленький шарик был, там, стеннисный мячик, а там самый большой, там, значит, ну, шар, там, с диаметром метр. Вот. И попросили, как бы, организовали взаимные эксперименты. Значит, говорят, мы будем своими станциями смотреть, и вы посмотрите своими станциями, как получится. В необычном соревновании систем обнаружения аэрокосмических целей российская многофункциональная радиолокационная станция Дон-2Н переиграла соперников. Секретно. 22 июня 1997 года. Москва. Начальнику главного разведывательного управления генерального штаба Валентину Корабельникову. На полигоне Кваджалейн прошли успешные испытания противоракеты принципиально нового типа. Боеголовка оснащена бортовой аппаратурой оптической селекции ложных целей в заатмосферной зоне. Военные атташе посольства России в США Дмитрий Зыков. Вслед за успешными испытаниями противоракеты Соединенные Штаты заявили о выходе из договора ПОПРО и готовности развернуть национальную систему противоракетной обороны. Ее ядром стала размещенная на Аляске станция активного высокочастотного исследования ионосферы ХААРП. Принципы, которые они заложили в эту систему от тех подходов, которые мы разрабатывали. Но, тем не менее, это тоже плазма, это тоже воздействие в атмосфере, это тоже, значит, воздействие и на ракеты, и на все пролетающее мимо вот этих вот плазменных образований. В январе 2000 года поднялся в воздух перспективный российский истребитель МФА-1-44. Но уже тогда стало очевидно, что для стратегической победы в воздушной дуэли завтра будет необходима гиперзвуковая скорость. Механическими средствами мы уже ничего сделать не можем. Форма предельно вылизанная, оптимальная, и дальше уже, так сказать, технические возможности не позволяют улучшить форму. Как оказалось, революцию в аэродинамике и авиации можно совершить с помощью так называемых путеводных плазмоидов. Российские ученые предложили оборудовать самолеты специальными бортовыми приборами, которые будут создавать вокруг летательного аппарата плазменную оболочку. То есть мы можем снизить сопротивление, как бы создав с помощью плазмы или нагрева-то вот виртуальный, так сказать, аппарат совершенной формы. Первым возможности плазменной аэродинамики открыл полвека назад Ремилий Авраменко. Обрабатывая сигналы самых ранних советских радиолокаторов, которые фиксировали все пролетающие объекты, Авраменко задался целью найти способ передвижения неизвестных аэрокосмических аппаратов. От Авраменко исходило очень много таких идей, ну, может быть, не всегда корректных, с научной точки зрения, но, вообще говоря, возбуждающих. Он демонстрировал некоторые вещи, которые до сих пор мы, например, с позиции рациональной, такой нормальной физики, так вот, до конца не понимаем. Триумфа отечественного плазменного оружия Ремилий Федорович Авраменко не дождался. Он ушел из жизни в 1999 году. К сожалению, в период, когда все рушилось, установка ДОР, самая большая, вот эта с 7-метровой камерой, была полностью разграблена. Там был полкилометра такой зал с трансформаторами, с медными. Это источники питания для этих разрушающих генераторов. То есть ее просто не осталось. В 2002 году ударной силой военно-воздушных сил США стали истребители пятого поколения «Раптор». Особой гордостью американцев является двигатель «Раптора» с отклоняемым вектором тяги, позволяющий развивать сверхзвуковую скорость без форсажа. Мы из двигателя АЛ-31Ф сейчас, ну, скажем, выжали все, что можно, и вот такой двигатель будет. И я думаю, у него будет 15-20 лет еще жизни. Но если мы сейчас не заложим новый перспективный двигатель, мы его называем поколение 5+, то серьезного будущего нашей авиации не будет. Поиски принципиально новых способов повышения тяги самолетных двигателей привели к парадоксальному открытию. Без постоянного давления сердце самолета работает эффективнее. Я нахожусь в экспериментальной лаборатории Института водородной энергетики и плазменных технологий Курчатовского научного центра. Сегодня здесь проводится уникальный научный эксперимент. Вот эта детонационная труба является фактически аналогом камеры сгорания двигателя будущего. Он станет работать за счет энергии взрыва смеси топлива и окислителя. Взрыва, который будет инициировать плазма. Это прорыв к гиперзвуковым скоростям. 10-15 махов уже завтра могут стать реальностью. И перелет вокруг света будет происходить всего за пару часов. Первые испытания российского гиперзвукового истребителя намечены на 2009 год. Динамика боевых частей всегда связана с взаимодействием с плазмой. Поэтому взаимодействие этой плазмы с материалом, с головкой, с горением вещества, температурой, все. Это было целое направление военной техники. И оно продолжается. И хотя плазма ведет себя очень непредсказуемо, турбулентно, но в целом мы научились с этим турбулентным состоянием и дел. Полвека назад Советский Союз вывел на околоземную орбиту первый искусственный спутник Земли. Современный этап освоения космоса олицетворяет лунная база. Прокладывать трассу Луна-Земля ученые Российского института высоких температур предлагают с помощью плазменных генераторов, которые можно установить на борту специального лунного парома. И тогда мы можем быстро идти на Землю. Мы спускаемся, тормозимся в низкоплотной атмосфере, сбрасываем скорость до 3 км в секунду вместо 7. И дальше мы можем обычно на крыльях приземлиться. Размещение на лунной базе военных систем не рассматривается. Но в любом случае укращенная плазма будет служить интересам безопасности России. По мнению военных теоретиков, в ближайшие 20 лет произойдет качественный скачок в развитии большинства систем вооружения. То, что сегодня кажется экзотикой, в середине века станет обычным. И вполне вероятно, что место привычного табельного пистолета Макарова займет портативный плазменный пластер. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова